Тюмень в числе первых восьми городов страны, где прошли открытые уроки Академии Искусственного Интеллекта. Действительно, проект Сбербанка и благотворительного фонда «Вклад в будущее» призван рассказать школьникам о машинном обучении и анализе данных. Это можно делать онлайн, выполняя задания разной сложности. Кстати, через несколько лет потребность в таких специалистах возрастет в несколько раз. Подробности Юлия Никифорова. У сегодняшних школьников особый интерес к высоким технологиям. Проект Академии Искусственного Интеллекта призван помочь молодежи развить компетенции 21 века. На нашем проекте, который мы создали буквально меньше месяца назад, уже зарегистрировалось 10 тысяч человек. И они активно присылают свои решения, участвуют в хакатонах на нашей площадке. И мне кажется, это большое достижение. На сайте Академии Искусственного Интеллекта школьники могут посмотреть видеоуроки и проверить свои знания. Помимо открытых лекций, это возможность изучения материала на онлайн-площадке, игровой форме и также другие возможности, которые позволяют школьникам максимально быстро освоить те знания, которые мы хотим до них донести. В Тюмени на открытом уроке побывали около 200 талантливых школьников. Многие из них уже осваивают технологии будущего. Дело в том, что я обучаюсь по химико-биологическому профилю на биолога и связать искусственный интеллект и биологию для меня одна из профильных задач, на которую я в принципе работаю. Так что, конечно, я собираюсь связывать свою дальнейшую жизнь и будущую профессию с технологиями. Обучаться в онлайн-школе могут все желающие. Проверить себя ребята могут, спрогнозировав исход игры ДОТа. 100 лучших участников отправятся на Хакатон в Москву. А начать знакомство с высокими технологиями школьники могут на уроках по 3D-моделированию в 40 школах региона, где Сбербанк уже установил инновационное оборудование. Юлия Никифорова, Александр Изосимов, Тюменское время.